Зато на другом шествии мячи призывали разве что отдать всю власть советам и любовям. Первомайскую монстрацию провели в Омске уже в восьмой раз. В 2017-м она стала еще и музыкальной. Организаторы попросили участников принести с собой любые музыкальные инструменты. А девизом шествия в этом году стал лозунг «Омск – город Десад». Светлана Еловнарова продолжит. Между нами сдаёт Омск! Между нами сдаёт Омск! Художественное шествие началось у Омского драматического театра. По Любинскому проспекту до театра музыкального колонна преодолела около километра. В монстрации принимают участие сотни мечей со смешными лозунгами и абсурдными плакатами. В трубах водят цел трубята! Были и бубны, и барабаны. Кто-то играл на тарелках. Привлекали внимание и необычными костюмами и атрибутами. Девушка, где руль потеряли и второе колесо? Вот я до сих пор не знаю, до сих пор в поисках нахожусь. А на этом как катаетесь? Легко? Сажусь и еду. Покажите? Шествие объединило и мечей почтенного возраста, и подрастающее поколение. Каждый пришёл выразить свою точку зрения, причём на совершенно разные темы. Мы зомби не боимся. Миша и папа. Миша, а почему ты зомби не боишься? У нас есть антидот, если что, припасён. А какой? Из чего? Антидот из юмора, из веселья. Каждый самовыражается по-своему. Это, я считаю, монстрация определённый признак свободы. В монстрации принимают участие ещё и сказочные персонажи. Вот, например, козлики или что-то около драконов. А есть ещё и Чубака. Где ваш Хан Соло? Нету. А как он без вашей помощи сейчас справляется? Как он же умер в седьмой части, всё. Он правда умер? Я не смотрела. Блокады все такие интересные, тоже смешные где-то. Я специально приехала посмотреть именно монстрацию. Я работаю в техническом университете, в отделе культурно-просветительской работы. Некоторые лозунги рождались прямо по ходу монстрации. И кажется, что все участники верят, что общими усилиями можно изменить город к лучшему. И пусть столь необычным способом привлечения внимания к городским проблемам. Мы идём к Рабай-Метро! В отличие от демонстрации, эта художественная акция аполитична. Но если присмотреться к плакатам, становится ясно, что внимание общественности приковано к выборам нового мэра, разрушенным омским дорогам и несуществующего метро. Светлана Елонарова и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.